Вот такой музей из автомобилей разного периода собрал житель города Кунаева, Алматинской области. Благодаря умельцу старые машины обретают новую жизнь. Сейчас в ретропарке Мастера, о котором мы вам далее расскажем, 60 автомобилей и 46 мотоциклов. А самые старые машины от 1937 года. Недавно коллекцию пополнила военная техника. Все они на ходу и по праздникам выезжают в город кортежем. Автомобили пенсионеры. Так с гордостью называет свою коллекцию машин Мурат Сергибаев. 25 лет он собирает их по свалкам вместе с единомышленниками и дарит вторую жизнь. Умелец намерен восстановить все модели советского автопрома. Теперь мы уже ищем, собираем те машины, которых нет в коллекции. В последнее время 7 автомашин вообще сделали таких, которых в мире нет. Мы из двух металлоломов режем пополам, удлиняем на метр, на метр двадцать. Машины вы обратили внимание? Нет, длинные такие машины. Вот таких в мире не было нигде. Здесь можно увидеть автомашины марок «Волга», «Москвич», «Запорожец», милицейские машины, кареты, скорой помощи и мотоциклы. Помимо авто в ретро-музее есть посуда и другие предметы быта. По словам Мурата Сергибаева, это целая история. И лучше один раз увидеть. В начале была какая-то гордость, конечно, в первую очередь моего коллектива, семьи, тылом, которые поддерживали. Ну а сейчас гордо, что в нашем городе Кунаев есть такой ретро-салон. Вы знаете, 9 мая у нас этого года присоединилась еще военная техника к тому, что у нас было. Секрет скажу, не будем останавливаться, потому что у нас нет авиасалона. Посетители с удовольствием рассматривают каждый раритет. Украшение музея – автомобиль «Чайка». На нем ездил Дэн Мухаммед Кунаев. Выставлен и вагон, в котором он совершал рабочие поездки. По пути из Талдыкургана в Алматы увидел ретро-музей. Стало очень интересно и остановился. Впечатления хорошие. На время испытал ностальгию. Увидел машины, документы, оборудование. Еще со времен Советского Союза. Владелец салона не остается в стороне и от добрых дел. К примеру, недавно ЗИЛ-130 полуприцеп подарил пчеловоду с инвалидностью. А бульдозер Т-170 отправился на помощь пострадавшим от паводка региона. Толшин Шакртхана, Манжол Жонгешев, Хабар, Кунаев.